Всем привет! Сегодня будет разнос косметики, потому что некоторые так называемые пустые баночки просто дико меня бесят, вот прям рррр! И все по разным причинам, у кого-то просто отвратительное качество, по моему мнению, кто-то меняет формулу, не предупредив, кто-то что-то снимает с производства, творят что хотят. Я всегда люблю в таких видео говорить, что, естественно, это только мое мнение, то есть это то, как у меня сложились отношения с этой косметической продукцией. Если вы что-то из перечисленного мною любите, то, конечно, продолжайте этим пользоваться, если вам это нравится, вам это подходит. Но если у нас с вами в чем-то совпадают вкусы, то, мне кажется, вам будет полезно послушать, на что не стоит тратить деньги, потому что я вам гарантирую, я больше на это деньги тратить не буду. Но чтобы все не было настолько негативным, конечно же, здесь есть и продукция, которую я люблю просто всем сердцем, и которую я покупаю, как только я вижу, что начинает уже чуть-чуть там заканчиваться, и у меня начинается просто паника, как же, как, как, как я буду без этого. Ну что ж, давайте приступать. И первое мое дичайшее разочарование это Керастаз Денсифик. Я уже снимала видео об уходе за волосами, если вы его пропустили, вот не пожаляйте времени, посмотрите это видео. Мне кажется, что это та продукция, которая должна находиться исключительно в салонах красоты. Это та продукция, которая делает мгновенный декоративный, можно сказать, эффект на волосах, потому что как только начинаешь пользоваться этой продукцией, волосы сразу вот так вот после первого применения блестят, они послушные, красивые и так далее. Но как мне кажется, это только мое мнение, что этот уход абсолютно никак не влияет на качество волос как таковых. То есть какие они у вас есть, такие они у вас и будут, просто как сверху чуть-чуть примарафеченные, скажем так. И я считаю, что это слишком, слишком дорого за такой состав, который они делают. И перед тем, как мы с вами перейдем к другим баночкам, у меня небольшая рекламная пауза. Наверняка среди вас много мастеров ногтевого сервиса или просто любителей маникюра, педикюра для себя. Так вот, для вас я хочу порекомендовать интернет-магазин Лакбери. Этот магазин просто рай для любителей маникюра и еще здесь постоянно проходят какие-то акции, позволяющие вам экономить. К примеру, мало где найдешь гель-лак Blue Sky за 75 рублей при заказе от 10 штук. А еще лампу можно купить всего за 1240 рублей. Заказ оформить очень легко. Есть разные варианты доставки от бесплатного самовывоза и до доставки курьером. Оплатить можно наличными или картой. Обязательно загляните в этот магазин, ссылка на него будет в описании под видео. Эта часть видео была выполнена на коммерческой основе, а теперь назад к нашим баранам, то есть баночкам. Еще одно ужасно дорогущее разочарование, это крем вокруг глаз от Lancome, линейка Genifique. Вот абсолютно мне не понравился этот крем, я его, конечно, добила до конца, но это чисто меня, знаете, душила жаба, потому что я потратила огромные деньги на этот крем. Я купила его достаточно давно, когда еще только начинала разбираться в ингредиентах, но впоследствии, когда я уже начала разбираться немножко больше, я поняла, что это вообще не мой вариант. Я не хочу покупать за такие деньги такую формулу. Первое, что мне там не понравилось, это достаточно высокое содержание спирта, да и в целом, как бы я не считаю, что в этом креме есть что-то особенное, из-за чего он должен стоить так бешено дорого. Состояние зоны под глазами у меня было ужасное, потому что именно во время использования этого крема у меня были ужасные мимические морщины именно вот здесь, вот в этой зоне. Они называются гусиные лапки и вот если я улыбаюсь, они как бы проявляются. Но мимика, естественно, проявляет все морщины на нашем лице, здесь ничего такого нет. Но когда я пользовалась этим кремом, у меня прям они видны были, и даже когда я пыталась покерфейс делать, такой, знаете, абсолютно безэмоциональный, у меня очень сильно забивался консилер сюда, в эту зону. И вообще я смотрела на себя в зеркало, думала, что я как-то выгляжу так плохо, и вот причиной был конкретно в моем случае вот этот крем. Так вот, чем я заменила этот крем и чему я сейчас нарадоваться не могу, это крем от CeraVe, он называется Eye Repair Cream. Это очень дешевый крем, он стоит, по сравнению с лонком, вообще почти бесплатно его раздают. Здесь я бы сказала, что этот крем очень базовый, здесь нет ничего такого, что, знаете, там разгладит ваши морщины, уберет какие-то темные круги или там рассосет ваши мешки под глазами. Здесь в составе гиалуроновая кислота и три вида керамидов, но по моему опыту этого уже достаточно, вот просто какого-то банального хорошего увлажнения для того, чтобы зона под глазами стала гораздо лучше. Плюс у меня еще есть текстурная проблема кожи, особенно в зоне под глазами, вот в этой зоне она наиболее ярко выражается. И я поняла, что если я использую слишком жирные кремы, слишком питательные, это усугубляет только мою проблему. И если бы я продолжала в том же духе, я бы могла заработать себе такую нехорошую штуку, как Мелия. И потом уже все, как только ты ее заработал, ты больше с ней ничего не можешь сделать, кроме как идти к косметологу и, грубо говоря, шлифовать это, удалять это каким-то аппаратным способом. Так вот, я попробовала этот крем, это, кстати, тоже, можно сказать, почти пустая баночка, здесь вот так, может, осталось у меня. И, конечно же, как только я поняла, что он у меня заканчивается, я сразу купила новый, потому что я, честно говоря, боюсь его на что-то менять, настолько хорошо он мне подошел. Он хорошо увлажняет зону под глазами, когда его только наносишь на палец, он немножко более твердый, но он очень быстро тает под пальцами, абсолютно не оставляет ни жирного следа, ни какого-то там такого неприятного, моментально впитывается. И вот для меня это действительно спасение. Вот подло, подло! Если вы вдруг не узнали эти баночки, то это натуральный дезодорант Native. И стоило мне только выпустить видео о натуральных дезодорантах, о вреде антипроспирантов, о всех этих ингредиентах, которые там спорные и так далее и тому подобное. Кстати, если вы не смотрели это видео, обязательно посмотрите под буквочкой А, и я его оставлю. И стоило мне сказать, что самый лучший натуральный дезодорант, который реально работает, это Native. Они решили в тот же момент изменить формулу и выпустить вот это Г. Только ко мне пришла новая версия, я ее попробовала, и я сразу по ощущениям поняла, что что-то не то. Потому что старая версия была немножко более пудровая. И помимо того, что он защищал от неприятного запаха, еще и от легкой потливости он тоже защищал. За счет того, что он такой немножко пудровый был, он впитывал излишки влаги. Но, естественно, если вы очень сильно потеете, то это бы не спасло вас. Но если вы там где-то чуть-чуть вспотели, то, конечно, оно бы не проявилось бы на одежде. Когда я получила новый, я поняла, что он гораздо более скользкий по ощущениям. И мало того, что я ужасно с ним потела, так еще и вонь появлялась буквально сразу же. Я не знаю, зачем они испортили уже идеальный продукт. Возможно, они хотели избавиться от соды, которая входит в состав. Потому что сода является достаточно сильным аллергеном для многих. И у многих вот как раз-таки проблема именно с этим компонентом. Когда начинаешь пользоваться, раздражается кожа, появляются такие как красные места раздраженные. Вот это именно вызывает сода в составе. В новой формуле соды нет. Ну, тут есть азокерит, который, как бы, я считаю, не очень прям уж таким хорошим компонентом. И ладно, фиг с ним, с этим азокеритом. Лишь бы работал. Ну, нет, не работает. И раз мы с вами уже заговорили об уходе, давайте я вам расскажу, что из ухода у меня закончилось. Первое, что я добила до конца, это свой крем Pretian. Он у меня появился, как я уже несколько раз говорила, в идеальное время, а именно зимой. Полностью вообще все до последней капли я израсходовала. Это идеальный, на мой взгляд, питательный крем. На лето я его могу порекомендовать только исключительно тем, у кого ужасно, ужасно сухая кожа. Но не путайте это, пожалуйста, с обезвоженной, а именно ужасно сухая кожа. Вот тогда вам это понравится. Если вы испытываете сухость только в период зимы, поздней осени, то тогда можете брать этот крем именно на этот период. Для лета будет, наверное, слишком жирно, липко, противно. Вот такие вот чувства он у вас будет вызывать. Но это действительно просто потрясающий питательный крем. Еще у меня закончился тоник от Benton, Snail Bee линейка. Тоник мне этот вполне понравился, с удовольствием им пользовалась. Вообще, в целом, о марке Benton хочу несколько слов сказать. С марки Benton началось мое знакомство с корейским уходом. И так как я корейским уходом пользовалась на тот момент впервые, мне показалось, что этот бренд, наверное, чуть лучше, чем он является, по сравнению, например, с другими, которые я уже с того времени попробовала. В этой марке мне очень нравятся такие базовые вещи, как, например, тоник, умывалка, вот что-то такое. Умывалка я, кстати, сейчас пользуюсь Benton. Потрясающая просто из линейки Honest. Что же касается их кремов, то, на мой взгляд, они немножко слабоваты. По сравнению с тем же Pretian, по сравнению с Diapros. Benton, тем не менее, хорошая марка, она немножко послабее, скажем так. От Diapros у меня, кстати, закончилась умывалка. Ох, долго я ее добивала. Вообще, корейские умывалки, мне кажется, трудно испортить. Они, вот какие ни возьми, они все, по-моему, классные. Пожалуйста, не спрашивайте меня, насколько хорошо эта умывалка снимает макияж, потому что такие продукты в целом для этого не предназначены. Я всегда использую двухступенчатую систему очищения лица. То есть сначала смываю макияж вот этой пустой баночкой. Это мицеллярная вода от Garnier. Либо корейские также гидрофильные масла для этого отлично подходят. Но вот масло гидрофильное добить до конца, это тоже целый процесс. Поэтому пока у меня ни одно не закончилось. А вот мицеллярная вода регулярно у меня заканчивается. Кстати, раз я уже сразу подняла эту баночку, сразу и расскажу. Я много разных брендов попробовала, но всегда возвращаясь к Garnier, потому что зашел в любой супермаркет и купил. Замечательно работает, не щипит глаза, хорошо смывает макияж, вот все хорошо. Что касается второй ступени очищения, то это очищение уже после того, как я сняла макияж. Я у корейцев не пробовала еще ни одну, которая бы мне откровенно не понравилась. Они все классные. Вот наши бренды, ну наши, я имею ввиду те, которые продаются более доступно, они больше могут сушить кожу. То есть вот умываешься, и ощущение стянутости сразу появляется. Вот с корейскими этих ощущений практически нет. А для меня это, кстати, очень важно. И вот умываешься чем-то таким, сразу наносишь тоник, и вообще все прекрасно, кожа себя чувствует замечательно. Еще один продукт, который разбил сердце в начале года, это Makeup Revolution, которые сняли с производства вот эту вот палетку Renaissance Glow. Я обожала эту палетку, в особенности из-за вот этой вот части, из-за части бронзера. Я несколько раз покупала эти палетки, и купила бы еще, наверное, раз 100, если бы они их не сняли с производства. Но, к сожалению, с начала года я перепробовала уже огромное количество других бронзеров. И да, некоторые мне нравятся, но в то же время я не могу сказать, что у меня есть какой-то один, который мне нравится настолько, что как только я увижу, что он начинает заканчиваться, сразу же побегу такой же покупать. Кстати, эта палетка появилась как якобы дешевый аналог вот этой вот палетки от Charlotte Tilbury, которая называется Filmstar Bronze and Glow. Это тоже неплохая палетка, хорошего качества здесь и хайлайтер, и скульптор. Вот когда она у меня закончится, я за ней гнаться 100% не буду, потому что я считаю, что стоимость неоправдана. А вот что стало моим просто несменным фаворитом уже на протяжении последнего года, так это хайлайтер от L'Oreal Glow Mon Amour. Я, честно говоря, когда заказывала его год назад, вообще не могла предположить, что целый год я буду им пользоваться, и он будет мне доставлять такое удовольствие, и настолько сильно он мне понравится. Я уже купила новый, потому что вот этот, не могу сказать, что он прям закончился у меня, он где-то вот так вот его еще где-то было, но в то же время он уже поменял свою текстуру, и как-то немножко гаденько начал наноситься, поэтому я решила, что пора заказывать новый, и вот, собственно, сейчас новым с удовольствием пользуюсь. Это достаточно яркий хайлайтер. Если вам нравится что-то такое еле заметное, деликатное, то это не этот вариант. В то же время это не металлик, который подчеркивает вот прям всю текстуру, как-то ужасно выглядит на лице. L'Oreal, на мой взгляд, делает эффект такого, как расплавленного металла, вот маслянистого металла, вот как-то так бы я описала этот эффект. Если хотите на него посмотреть в макияже, то я вам опять-таки ссылочку под буквочкой А оставлю. Еще одна штука, которая у меня закончилась, это фиксирующий спрей от Colourpop, называется All Star. Обожаю этот спрей, и, естественно, сразу же заказала новый, как только поняла, что этот уже подходит к концу. Сейчас с удовольствием пользуюсь новым. Мне нравится этот спрей всеми своими характеристиками. Во-первых, составом. Там нет спирта и нет каких-то гадких ингредиентов, которые сушат кожу, которые как-то негативно на нее воздействуют. Также стоимость, естественно, всего 10 баксов, по-моему, он стоит, поэтому я считаю, вполне оправданная стоимость. Также это из тех спреев, которые и продлевают макияж, и в то же время убирают излишнюю запудренность лица. Также фиксирующие спреи – это единственный адекватный выход для тех, у кого сухая кожа, потому что для тех, у кого сухая кожа, вот обычная классическая пудра, или там рассыпчатая пудра, компактная пудра – это все кошмар, потому что сразу лицо становится каким-то пересушенным, и на вид старше лет так на 5-10. И последний продукт, который у меня закончился, это консилер от Maybelline, Instant Anti-Age Eraser. Я его уже очень давно заказывала, давно им пользовалась. С того времени мы с вами уже нашли консилер Sisley, и консилер NYX Can't Stop On Stop – это сейчас мои два самых больших фаворита, скажем так. Этот не буду заново заказывать, потому что, ну, с тех пор, как бы, уже нашла что-то получше. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые, или еще не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.